Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Сколько же всего сегодня происходит? Поговорим про выступление Джерома Пауэлла, про биткоин, про альткоины, о том, как BlackRock впервые с момента запуска спотовых ETF начал продавать, о ликвидности, о долговом времени США. А во второй половине видео я дам тебе худший сценарий для биткоина и как его избежать. Но хорошие новости в том, что даже если он оправдается, это ничего не меняет. Абсолютной вершины этого цикла еще не было. Я оставлю тайм-коды в описании, чтобы ты мог сразу найти тему, которая тебе интересна, а взамен попрошу лишь передать за проезд один лайк-коин. Иначе этот поезд не тронется с места. Твой лайк-коин — это топливо для этого поезда. Передал? Отлично! Итак, выступление Пауэлла привело к краткосрочному пампу рынка. Почему? Потому что его заявления оказались очень неожиданными. По пунктам. ФРС оставляет ставки без изменений шестое заседание подряд. Снижение ставок нецелесообразно до тех пор, пока инфляция с большей уверенностью не приблизится к 2%. ФРС отмечает отсутствие прогресса в достижении цели инфляции в 2%. Повышение ставки пока не входит в планы ФРС США. Неожиданное ослабление рынка труда может ускорить принятие решения о снижении процентной ставки. Здесь товарищ Пауэлл несколько лукавит. Я думаю, что снижение ставки неизбежно, но не из-за ослабления рынка труда, который, кстати, действительно начал остывать. Согласно отчету, экономика США потеряла 192 тысячи рабочих мест в третьем квартале 2023-го. Это все, конечно, очень печально, но все дело в резком росте дефицита и процентов по государственному долгу. Удерживать ставку высокой чревато, а если ее повысить, процентные расходы по долгу могут оказаться слишком невыносимыми. Уже сейчас они достигли 1 триллиона долларов, а ведь только в прошлом году они составляли 659 миллиардов долларов. А в 2025 году, по прогнозам, придется платить 1,5 триллиона долларов по процентным расходам. Не зря же Байден хочет увеличить налог на прирост капитала до 45% и даже обложить налогами стейкинг криптовалюты. Очевидно, есть несколько способов справиться с этой долговой нагрузкой. Снизить процентные ставки, например, чего ФРС США делать пока не хочет. Повысить налоги, как хочет сделать Байден. И, наконец, придумать какого-то черного лебедя, который обрушит рынки. Сказать, что все-таки что-то сломалось в экономике, а значит, пора снижать ставки и включать печатный станок, чтобы все спасти. Ну а теперь самое главное. Первые шаги к этому печатному станку уже начинают делать. ФРС замедлит темпы снижения баланса с 60 миллиардов до 25 миллиардов долларов в месяц, начиная с 1 июня 2024. Что это означает? Это означает замедление темпов количественного ужесточения, QT. Причем значительное, практически в три раза. Иными словами, Джером Пауэлл объявил о существенном смягчении политики выкачивания ликвидности из рынков 1 и о том, что ФРС США сократит продажи собственных активов собственного баланса 2. Теперь они будут продавать в три раза меньше, не на 60 миллиардов долларов в месяц, а на 25. На этом сюрпризы от ФРС США не закончились. Казначейство США снова запустит программу выкупа долговых обязательств впервые с 2002 года. Начало этой программы запланировано на 29 мая 2024 года. Программа предназначена для повышения ликвидности на рынке казначейских облигаций и, как ожидается, продлиться до июля 2024. В течение этого периода казначейство планирует удерживать еженедельный обратный выкуп ликвидности в размере до 2 миллиардов долларов на операцию и при этом до 500 миллионов долларов на так называемые TIPS – казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции. Эта инициатива направлена на то, чтобы рынок казначейских облигаций оставался самым ликвидным в мире, решая проблемы, связанные с функционированием и устойчивостью рынка. Но, как по мне, это просто спасение банков. Задумайся, они не делали этого 22 года, но собираются сделать это уже в конце этого месяца. Во-первых, сокращать собственные продажи втрое. И, во-вторых, покупать на 2 миллиарда долларов в неделю, чтобы этот рынок оставался наиболее ликвидным. Интересно, получается, проблемы с ликвидностью и покупателями на рынке казначейских облигаций уже есть. И причем большие. Именно поэтому ФРС США впервые за 22 года организовывает их обратный выкуп. Примечателен тот факт, что казначейству приходится обеспечивать ликвидность того, что считается самым ликвидным рынком в мире и что служит мировым резервным активом. Но как это повлияет на криптовалюты? Если обратный выкуп приведет к снижению доходности государственных облигаций, а ФРС США именно этого и мечтает добиться, инвесторы будут искать более высокие доходы в более рискованных активах, в таких как биткоин. И наоборот, если обратные выкупы будут рассматриваться рынком как признак стабильности, что привлечет больше инвестиций в казначейские облигации, это может оттянуть капитал из криптовалюты. Так почему же такая явно более позитивная позиция ФРС США так слабо повлияла на биткоин, который во время выступления Пауэлла быстро вырос, а потом опять упал? Главная причина – это спотовые биткоин-ETF, а точнее их кровотечение. Они истекают кровью, как никогда раньше. Минус 563 миллиарда долларов составил отток из этих ETF за 1 мая. Продавал даже BlackRock впервые за все время существования этого нового инструмента. BlackRock ETF впервые с начала торгов увидел отток денег – минус 36,9 миллиона долларов. ARK – почти 100 миллионов долларов. Рекордный отток наблюдался и для спотового биткоин-ETF от Fidelity – минус 191 миллион долларов. Колесо паники задело даже их клиентов – клиентов Fidelity, клиентов BlackRock и ARK Invest. И это показывает, что даже инвесторы на Уолл-стрит далеко не такие умные, как все думают. Они не так хорошо контролируют свои эмоции, как мы думали. Мы строили теории, что теперь к нам пришли умные инвесторы. И появился новый инструмент, с помощью которого они будут нас обманывать, манипулировать нами, чтобы мы продавали дешево, а они покупали еще дешевле. Нет, они тоже продают. И причем продают в убыток. Они покупали на пиках и сейчас продают дешевле на 20%. Но что интересно, чем быстрее они распродадут, тем быстрее наступит дно в районе 45, 52, 57 тысяч долларов. Откуда мы полетим так, что им снова придется откупать на пиках. Они станут нашей выходной ликвидностью. Удивительно, что на фоне таких активных продаж биткоин упал всего на 23%. Хотя это делает эту коррекцию цены самой глубокой в этом цикле. Но не самой длительной. Эта коррекция длится 48 дней, а самый длительный откат в этом цикле составлял 63 дня. Так почему же это ощущается хуже, чем есть на самом деле? Потому что это вторая по продолжительности серия красных недельных свечей в истории биткоина. 5 недель подряд красные свечи. Последний раз такое было, например, вот здесь. В 2015 году мы видели 5 красных свечей подряд. И вот здесь, после краха криптовалютной биржи FTX, мы видели 9 красных недельных свечей подряд. Очень больно проходить такой период времени. Таких было всего лишь 3 в истории биткоина. Я это понимаю. И я прохожу его с тобой. Как и всегда проходил на протяжении последних 6 лет. Я не продавал свой биткоин. Я терплю эти коррекции уже лет 6. Кстати, в отличие от сегодняшнего момента, оба предыдущих раза были во время глубоких медвежьих рынков. Однако стоит отметить, что уже на финальных его этапах. Близко ко дну этих рынков. Итак, наблюдаются рекордные продажи спотовых биткоин ETF. Но положительным моментом является то, что Тезер объявила о прибыли в размере 4 миллиардов долларов в первом квартале 2024. Из которых 1 миллиард долларов это чистая прибыль. Они будут покупать биткоины на 15% своей прибыли. То есть инвестируют в него около 150 миллионов долларов. Так что какую-то часть этих рекордных продаж от ETF они выкупят. И, кстати говоря, пока еще не выкупили. Не вижу транзакций. Также позитивная новость, что есть и холдеры, которые не продают. Это страны, это ETF, это государственные частные компании, которые держат биткоины на сумму в целом 175 миллиардов долларов. Может быть именно поэтому Кэти Вуд из Арк Инвест дает дерзкий прогноз 3,8 миллиона долларов за одну монету биткоина в 2030 году. Она говорит о том, что всего лишь 5% капитала институционалов, казначейств и бюджетов стран, вложенные в биткоин, могут привести к такой цене. Майкл Сейлор это уже делает. Он вкладывает какую-то часть капитала компании микростратегия в биткоин. Потому что он понимает, что происходит. Он понимает экономику, он понимает фиатные деньги, он понимает биткоин. Сейчас все эти институционалы, правительства, ETF-ы держат биткоины всего лишь на 175 миллиардов долларов. Это очень мало. Когда эти цифры будут исчисляться триллионами долларов, вот тогда прогноз в 3,8 миллиона долларов за монету от Кэти Вуд оправдается. Но это будет еще не скоро. Вот что происходит на немедленной перспективе. Вот так это выглядело две недели назад. Запомни. А вот так выглядит сейчас. Мы видим, что цена биткоина идет строго по модели Вайкоффа. После достижения цели, таргет, мы можем ожидать разворот цены биткоин. Пока, как мы видим, место для движения вниз еще есть. Об этом также говорит и известный трейдер и создатель термина 4-летний цикл биткоина Боб Лукас. Он пишет, ожидайте дальнейшего ослабления до 16-20 мая. В принципе, на эту слабость может повлиять и отчет о прибылях от компании Coinbase, который будет уже сегодня. Если факт окажется ниже прогнозов, это может плохо повлиять на криптовалютный рынок. Тем более вон как компании из индекса S&P 500 валятся. Падает практически все. Starbucks, DoorDash, Netflix, CVS, Pharmacy, eBay и так далее. Но сегодня больше всего рынок потряс Starbucks. Крах Starbucks безумен. Генеральный директор Starbucks выступил в прямом эфире, пытаясь оживить акции компании. Он говорит, что это был очень трудный квартал из-за давления клиентов, из-за Китая, из-за проблем бизнеса на Ближнем Востоке, которые также повлияли на Starbucks в других регионах. Когда его спросили, почему Starbucks не объявил заранее о таком ужасном квартале, он ответил, мы работали над планом действий. Пока он говорил это на протяжении 10-минутного интервью в эфире, акции упали еще на 5% в реальном времени. В итоге Starbucks закрыл день на 16% ниже и потерял в цене около 35 миллиардов долларов с момента своего исторического пика. Так что на фондовом рынке весело, а сегодня это может прийти в криптовалюту через компанию Coinbase. Но задам тебе один вопрос. Ты помнишь вот эту коррекцию вот здесь, в июле-августе 2023-го? Мы упали с 31 тысячи долларов приблизительно до 23. Она была ужасной. Но почему-то сейчас об этом никто не помнит, даже я. И это падение цены спустя несколько месяцев никто не вспомнит. Хоть оно сейчас и кажется ужасным. Но как долго оно может продолжаться? У биткоина было 13 коррекций на бычьем рынке 2015-2017 годов. В этом был ранее мы наблюдаем уже пятую коррекцию. Каждая из этих коррекций требовала не менее 48 дней для того, чтобы завершиться. Это дольше, чем любая коррекция в 2015-2017 годах. Основываясь на предыдущих коррекциях, нам потребуется многомесячное восстановление. На ранних стадиях бычьего рынка восстановление занимает от 1 до 3 месяцев. На средних стадиях более 3 месяцев. А ближе к концу был рано и вовсе от нескольких дней до пары недель. Я считаю, что мы находимся на средней стадии бычьего рынка. И поэтому ожидаю более длительного восстановления. Больше 3 месяцев. Если только Ethereum ETF не будет одобрен в конце мая. Терпение это ключ. Насчет средней стадии бычьего рынка, о которой он пишет. Посмотри вот на этот график. Мы уже его с тобой рассматривали, когда он выглядел как-то так. Но сейчас произошли изменения. Индикатор остывает вместе с падением цены биткоина. И это очень хорошо. Но что значит остывание индикаторов? Это означает снижение риска на рынке и увеличение будущей прибыли для сбалансированного инвестора. Но давай вернемся к этому индикатору. Он снова обнаружил сопротивление в середине цикла. В этой зоне от 2 до 3 пунктов. И скорректировался. Это обозначает пик цены биткоина в середине цикла. Мы видели это, например, в 2019 году. Или, например, вот здесь. Или вот здесь. То есть это пик в середине цикла. Не в конце, а в середине. Кроме этого, мы видим, что в прошлых циклах этот индикатор корректировался. Вплоть до вот этого диапазона, который я обозначил прямоугольником черного цвета. Мы можем ожидать чего-то похожего и на этот раз. А значит, коррекция должна продолжаться до тех пор, пока этот индикатор не коснется этой основной зоны поддержки. И, кстати говоря, это очень хорошо вписывается в модель Вайкоффа. Обрати свое внимание. Этот диапазон поддержки – это как раз-таки цель. Таргет. А значит, эта коррекция после запуска спотовых биткоин ETF в Гонконге очень сильно похожа на коррекцию после запуска спотовых биткоин ETF в США. Кто-то спрашивает, а где же обещанные миллиарды долларов объема? Мгновенно это не случится. Это же очевидно. Нужны месяцы, может быть, даже годы. Но как же похожи ситуации? Я даже нарисовал мем. США, только не списывай точь-в-точь. Гонконг. Хорошо. Также Гонконг списал. Но вот что интересно. Когда ETF запустились в США, биткоин находился на отметках около 50 тысяч долларов. И сразу же упал до 38 тысяч долларов. После этого люди стали очень пессимистичны. Потому что как же так? ETF запущены. Почему же биткоин не растет? Любопытно, что Гонконг запустил ETF и произошло то же самое. Но значит ли это, что то же самое движение, которое произошло вот здесь, повторится и здесь? Это не исключено. Потому что мы уже видели подобное раньше. Мы уже видели большие коррекционные падения. И что происходит после них? Биткоин начинает взлетать до небес. Вот еще один пример. В 2021 году биткоин взлетел до 42 тысяч долларов. А затем упал до 29 тысяч долларов вот здесь. Какой тогда был ужас. Люди буквально ненавидели всех, кто публиковал оптимистичные посты. Любые бычьи видео тонули в хейте. Кстати говоря, если тебя и сейчас беспокоит падение биткоина или эфириума, просто помни. Другая сторона пары биткоин против доллара – это доллар. Доллар – это монета, в которой до сих пор не придумали, как остановить бесконтрольную инфляцию. В которой выпускается неограниченное число монет, что обесценивает их стоимость каждый раз, когда кто-то нажимает на кнопку «Выпустить кучу монет». Скажи мне, пожалуйста, если бы доллар был криптовалютой, ты бы такую купил? Их стратегия высоких ставок обречена на провал. Что произошло потом? Биткоин снова поднялся. Начал расти и сформировал новый максимум цены. Выглядит очень похоже, верно? Мы выросли до нового пика в 74 тысячи долларов и пошли в коррекцию. Мы уже видели эту историю раньше. Мы выросли до пика и пошли в коррекцию. Это не что-то новое. Это происходит постоянно. Я рассказываю об этом каждый божий день практически. И постоянно вижу одни и те же эмоции на одни и те же события. Люди как будто бы постоянно все забывают. Биткоин доминирование. Недельный график. Последняя свеча, как ты видишь, наконец выпала из восходящего клина. Нужно, чтобы эта неделя закрылась ниже этой границы поддержки этого восходящего клина. Это будет хорошо для альткоинов. Если доминирование биткоина начинает снижаться, что это означает? Это означает, что доминирование остальных криптовалют растет. И на самом деле сегодня альткоины выглядят гораздо лучше биткоина. Например, биткоин упал на 5%, а Солана выросла на 3%. Даже XRP вырос, Кардана, Аваланч, Матик и другие. Однако я не думаю, что это уже начало того самого альткоина. Будет глупо так считать. Для меня это выглядит как обычная передышка. И на самом деле альткоины могут искать свое дно еще вплоть до раннего лета. И лишь после этого, начиная от этой точки, вырасти до пика в июле. По крайней мере, об этом говорят альткоин хайп циклы. Ну а теперь я хочу поговорить про худший сценарий для биткоина. И что ему нужно сделать, чтобы его избежать. Затем мы поговорим про альткоины. Не забудь поддержать видео лайком, если уже узнал что-то интересное или полезное. Дальше будет еще интереснее. Итак, худший сценарий для биткоина может стартовать всего лишь с одного маленького пересечения. Посмотри, это стахастический RSI, месячный график биткоина. Мы близки к тому, чтобы пересечь эту желтую линию. Последний раз такое было вот здесь, в 2021 году. Пересечение этой желтой линии привело к краху на 77%. А что было перед этим? В 2019 году пересечение этой желтой линии привело к краху на 73%. А что было еще раньше, в 2018 году пересечение этой желтой линии привело к краху на 73%. И что было еще раньше, в 2013 году пересечение этой желтой линии привело к краху на 76%. Такое пересечение этой желтой линии случалось 5 раз в истории. Но первое у меня не отрисовано, потому что оно было в 2011 году. Видимо, мне просто не хватает информации. И сейчас биткоин очень близок к тому, чтобы нарисовать это пересечение в шестой раз. И вопрос на миллион долларов заключается в том, а можно ли всего этого избежать. Итак, стахастик RSI варьируется от 0 до 100. Если он поднимается выше уровня 80, то импульс рынка перекуплен. И обычно после этого мы наблюдаем какие-то коррекции. Как, например, вот здесь была коррекция. Если он опускается ниже 20, вот сюда, импульс рынка максимально перепродан. Я бы даже сказал исторический. И обычно это лучшее время для покупки. Если на месячном графике ты покупаешь тогда, когда мы находимся ниже 20 на стахастическом RSI, ты будешь выглядеть как супергерой. Это буквально лучшее время для покупки на всех рынках. А если ты фиксируешь прибыли, когда мы достигаем отметок 90 и 100, то у тебя будет полно денег, чтобы откупать самые большие коррекции. Но сейчас перед нами абсолютно смертоносная формация. Наша быстрая синяя линия уже пересекла эту желтую линию. Мы только что закрыли наш месячный график, апрель, поэтому эта новость очень свежая. Но наша медленная оранжевая линия еще не пересекла эту желтую линию. Она еще не закрыта. Если быстрая и медленная линии RSI биткоина опустятся ниже этого желтого уровня, мы получим это пересечение. Такое случалось всего 5 раз в истории. И каждый раз это приводило к ужасным крахам. 77%, 73%, 83%, 76%. Вот что произошло в 2021 году. Мы пересекли эту желтую линию вот здесь. После первой вершины цикла. Это важно подчеркнуть, первой вершины цикла. Это привело к большой коррекции вот здесь. Мы упали на 77%, после чего рынок пошел формировать абсолютную вершину цикла. Вторую вершину цикла. Которая оказалась финальной, так как имела невероятно сильную медвежью дивергенцию. Цена росла, а индикатор падал. Это медвежий сигнал. Поэтому после второй вершины мы перешли в медвежий рынок. Подозреваю, что нечто подобное мы можем увидеть и в этом цикле. И все зависит от того, будет ли это пересечение или нет. 2019 год интересная точка данных, потому что этот пик цены не является абсолютным пиком цикла. В 2021 году это пересечение привело к падению цены после первой вершины. А затем нас ожидала вторая. В 2017 году это пересечение было окончательной абсолютной вершиной цикла. И наконец в 2013 год это пересечение было первой вершиной цикла. Затем последовала вторая. Почему это важно? Две из пяти этих вершин были абсолютными пиками цены. Три из них были промежуточными вершинами. Сейчас мы можем находиться на промежуточной вершине, как мы уже говорили ранее. Промежуточная вершина цикла означает, что циклу нужно было сильное охлаждение. Цикл был сильно перегрет. Когда рынок был настолько перегрет, мы видели это пересечение и коррекцию на 76%. А затем начиналось параболическое движение к абсолютной вершине цикла. В 2019 году мы наблюдаем похожую ситуацию. Нам нужно было сильное охлаждение. Мы были сильно перегреты. У нас был этот желтый крест. Огромная коррекция на 73%. А затем мы достигли нашей финальной абсолютной вершины с помощью параболического движения. Что касается длительности восстановления после этих огромных крахов. Здесь прошло несколько месяцев, чтобы восстановиться. Затем наша новая вершина. Здесь прошло несколько месяцев, чтобы восстановиться. Затем наша вершина. Что же произойдет на этот раз? Увидим ли мы пересечение этой желтой линии? А если нет, то что сможет спасти положение? Есть ли возможность избежать этого сценария с огромнейшей коррекцией? А также является ли эта вершина абсолютной или промежуточной? Я хочу показать тебе некоторые данные из 2017 года. Здесь была необычная ситуация. Как мы видим, во всех остальных циклах стахастик RSI не задерживался в этом коридоре надолго. Мы очень быстро из него убегали. Но в 2017 году весь этот рост мы находились в этом коридоре от 80 до 100. В 2017 году стахастик RSI шел в этом коридоре то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Между уровнями 80 и 100. Мы знаем, что если этот индикатор касается верхней линии в 100 пунктов, я обозначил это желтыми кружочками, то рынок реагирует на это краткосрочными коррекциями. Здесь, здесь и здесь. Но, если наш RSI пробьет эту желтую линию, то краткосрочная коррекция превращается в сумасшедший крах от 73 до 83%. Интересно, что многие ссылаются на булран 2017 года, когда сравнивают коррекции того времени с коррекциями в нашем цикле. И я соглашусь с тем, что так сравнивать можно, если и на этот раз мы увидим нечто похожее, как вот здесь. Вот здесь мы шли в этом коридоре и здесь будем идти в этом коридоре. Поэтому возникает вопрос, а сможет ли биткоин удержать эту структуру сейчас, чтобы падение цены, которое мы видим вот здесь, было краткосрочной коррекцией? Или же мы провалимся ниже этой желтой линии и увидим крах на 80 или 70%. Это ключевой момент. Ты даже не представляешь, насколько он важен для всего этого цикла, в котором мы находимся. Сейчас решается вопрос, промежуточная ли это вершина, как вот здесь, например, или вот здесь, или это абсолютная вершина. Мы видим, что вот здесь, в июле 2016 года, вот здесь, у нас было касание верхней границы RSI, что привело к коррекции, которая длилась 2 месяца, 2 красных свечи. Но это не превратилось в 80% крах цены биткоина. Это был просто рядовой откат на 30-40% на бычьем рынке, не более того. Почему это произошло? Это произошло потому, что мы удержались в этом коридоре и не провалились ниже него. Все эти остальные коррекции тоже были краткосрочными, потому что мы держались в этом коридоре, мы не нарушали эту структуру. Именно поэтому эти коррекции на бычьем рынке 2017 года были краткосрочными. Но каждый раз, когда мы выпадали из этого коридора, проваливались ниже желтой линии, мы видели огромные крахи цены, гигантские, 70-80%. Другими словами, если мы пробиваем эту желтую линию, все становится ужасно, начинается кровавая баня. Но если мы удержим эту линию сейчас, в этом коридоре, то речь идет о краткосрочной коррекции биткоина на 30-40%, после чего мы продолжим расти дальше. От того, является ли это падение цены краткосрочной коррекцией или же предвестником огромного краха на 70 или 80%, зависит очень многое. Зависит то, является ли этот пик всего лишь промежуточным на пути к параболическому взрыву, или же мы сразу продолжим расти к финальному абсолютному пику цены биткоина в этом цикле, как в 2017 году. Итак, сейчас мы видим, что биткоин как будто бы намекает нам на то, что он имеет потенциал удержаться внутри этого коридора. Об этом говорит вот этот отскок от этой желтой линии. Как ты видишь, мы отскочили от нее вверх, и биткоин продолжил расти. Мы коснулись верхней границы этого RSI, и биткоин пошел в коррекцию. Чтобы эта коррекция закончилась, нам нужно, чтобы биткоин сейчас отскочил от этой линии вверх. И, кстати говоря, мы начали строить эту структуру очень-очень давно, еще в 2011 году. Нашли сопротивление вот здесь, в 2013 году. Нашли поддержку вот здесь, в 2017 году. И теперь мы нашли некоторую поддержку в этой структуре уже в этом цикле, в 2023 году. И вот сегодня мы практически ведем борьбу с этим нижним уровнем, от которого мы хотим оставаться подальше. И которому нужно оставаться поддержкой для того, чтобы это падение цены превратилось только лишь в небольшую коррекцию и в продолжение роста. Теперь позволь мне ответить на первый вопрос. Это промежуточная вершина или нет? Вот, например, промежуточные вершины в 2013 и 2019 годах. В обоих случаях мы были сильно перегреты, не уважали структуру рынка и рынку нужно было остыть. Звучит знакомо? Да именно это и случилось с нами и на этот раз. У нас было взрывное движение вот здесь. Мы сильно перегрелись и нам нужно остыть. На графиках, которые я изучаю, а я фильтрую через себя сотни графиков, я нахожу больше доказательств тому, что это промежуточная вершина рынка, а никак не абсолютная. И, кстати, мы с тобой сегодня один из таких графиков уже изучали. Вот этот. Так что я бы сказал, что сегодняшняя ситуация больше соответствует промежуточной вершине 2013 года или 2019. Но опять же, мы все еще можем удержать эту структуру. И тогда это будет просто обычная коррекция, подобная 2017 году в 30-40%, после которой мы продолжим просто расти дальше и никакой промежуточной вершины не будет. А теперь второй вопрос. Что потенциально может спасти ситуацию? Что может помочь удержать эту структуру? Остаться в этом коридоре? Смотри, месяц только начался. Мы еще можем пойти ниже или выше. Времени полно, но я хочу, чтобы ты сохранял спокойствие. Важно не то, что будет происходить на протяжении этого месяца. Важно то, как он закроется в конце. Что цена будет делать сегодня-завтра? Она может опуститься, вырасти, обвалиться. Может подняться еще выше. Какая разница? Важно то, как закроется май. И в этом нам может помочь недельный RSI. Если в этом месяце у нас будет подобное пересечение на недельном RSI, то именно это может спасти ситуацию уже на месячном графике RSI. Что сумеет помочь остаться в этом коридоре и увидеть вот такой отскок цены. Это буквально единственное, что есть на нашей стороне. Но нам нужно увидеть это пересечение до завершения мая. Да, я вижу, что на двухмесячном графике Bitcoin напечатал свечу, которая называется Greystone Doji Candle. Об этом я расскажу в других видео более подробно, но ты сам видишь, что она делает. Но эта свеча влияет на цену на длинных дистанциях, не менее чем через 6 месяцев. За это время мы можем расти без проблем. И сейчас намного важнее смотреть на стахастический RSI на недельном графике. Нам нужно увидеть это пересечение и разворот до завершения мая. Именно это поможет остаться в этом коридоре, что отменит сценарий с огромным крахом биткоина на 77, 73 или 83% формирование вот этой промежуточной вершины и только затем продолжение параболического роста. Если мы останемся в этом коридоре, всего этого не будет. А будет лишь небольшая коррекция на 40% и продолжение роста дальше до абсолютного пика этого цинкла. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»